Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и этим видео я начинаю свою партию в Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm за Канаду. В игре участвует аж 10 игроков и получилась она довольно необычной и концовка у неё очень неожиданная даже для меня. Человек, который собирал игру, изначально сделал один запрет, нельзя принимать пантеон на веру от престижа, но в течение игры так получилось, что кто-то из игроков этот пантеон всё равно принял, так что оказалось, что партия вообще без запретов проходит. Традиционно напоминаю, пожалуйста, не оскорбляйте участников и не пишите в комментариях бессодержательные спойлеры. А во всём остальном приятного просмотра! Я бы, честно говоря, Канаду не выбрал, если бы у меня до сих пор ещё не было видео о Канаде. Так как его нету, то надо поиграть. Но я считаю, что Канада так себе нация, честно. Её бонусы... То есть, бонусы на тундру у России намного более крутые. Но, в принципе, вот сейчас место вроде ничего такое, тем более тут это болото на три еды. Что там можно? Подождите, а разведчики с катами? Это чьи новая тема? Это разведчики с катами. Просто можешь поставить, если тебе больше не нравится. Не, у меня просто... Я вроде ничего не ставил, а они ставили. Это то, что у хоста стоит, то и у тебя будет. Понимаешь? А какой у нас уровень этих бессий? Второй. Ну, давайте... Редкий не будет бить. Лошадей откроем. Снова Пангея. Континент. Сразу есть дружелюбное племя. Оттаву поставили. Ну, посмотрим. Фермы тут можно строить, конечно. Но всё равно это... Клетки тундр хуже, чем клетки даже... Слушай, всё, конечно, равнины. Но я могу здесь фермы строить. Не знаю. Я не уверен, что Канада хорошая нация вообще для развития. То есть, то, что её бонусы на тундру... Фермы могу строить. Окей, будет не одна еда, а две. Ну, давайте только по-быстрому. Вот первый ходы хотя бы пронесёмся. А по-поздному. Уменьшает стоимость приобретения клеток. То есть, желательно... Может, ты ещё не загрузился? Удивительно, но нет. Тут уже... 6-7 человек уже походило. Увы. Ну, вообще, вроде все в игре есть. То есть... Так, уже 8 человек походило. А кто не загрузился? CR7? Я сразу походил. Я жду пока. Да, всё, всё, загрузился. Всё, все походили и CR7 загрузился. Ей! Конечно, генерация карты офигительная. Уже... Уже... Пустыня. Ммм, 20 денег. Хотя, давайте посмотрим, что тут действительно меньше стоит. Да, 12. Обычно 25. Видите, вот 25, да? А тут в тундре 12. Для Канады. Ну, я даже не знаю, через что мне тут играть. Ну, пока я ничего строить не буду, конечно. И пока в рост. Ну, тут я сейчас... Я сейчас немного производства накоплю на поселенца. Очень немного. Три... Три молоточка буквально. Так, ну, тут понятно. То есть, я вот тут вдоль реки буду селиться. Давайте в другую сторону сходим посмотрим. Это озеро. На озере тоже можно будет поселиться. Вот тут, на реке. Хорошо только то, что у меня куча рек. Нет, конечно. Какие-то одни, о, да. Куча рек. О, сразу затопило уже. Нормально. Ага, еще руинка надо забрать. И строим поселенцев тут. Ну, тут на производство нету ничего. Чтобы я хотел такой 5 ходов, 0. А так 5, 6. Нет, давайте 5 ходов. Пускай уменьшится. Я не знаю, мне наоборот. Что-то, что-то вообще еды никакой нету, но с производством все. А у меня тундра просто, потому что это Канада. Это Канада. Плюс еще, Канада не может городам-государствам войну объявлять. Российский старт. Я не могу вообще города-государства захватывать. С одной стороны, хорошо, что мне никто въездущую войну не объявил. Ну и я никому не романдец и швед, как у вас с тундрой. У меня нормально, тундра есть. На, просто тоже. Так, плюс один. Что я ускорил, стиль будет шелка, но... Тундра, две клеточки ровнил и сразу пустыни начинается. Такое себе. Ну что за пустыня сверху? Ну что это за место такое? Тундра и пустыня сразу. И даже для Петра я особо города тут не вижу. Какие-то вообще грустные, пустынные. Тундра, три тайны. Ну вот, у Хорды Сакса, примерно, та же фигня. Ой, я хоть Женеву первую нашел. Отлично, буду науку. Вести. Животноводство. Где лошади? Вон лошади. Далеко. Далеко, далеко. На лугу пасутся. Ко! Кони! Правильно, Ко-Кони. Великого полководца. Не фига, Женеве великий полководец. Что это за задания такие дебильные? Что мне тут надо? Мне, конечно, надо орошение. Орошение я, ну, в принципе, могу ускорить. Да. Ну, давайте, давайте. Гончарное дело тогда. Что у меня тут? Янтарь. Вообще, нет, горное дело. Янтарь надо обрабатывать. Давайте горное дело сначала. Потом гончарное. Правда, еще у меня очень нескоро будет рабочий. О, еще руинки. О, вот две руинки. Ну, давай сейчас эту соберем, потом эту. Конечно, не хочется в золотой век. У меня что-то, знаете, у меня сомнений, что меня тут кто-то найдет. Скоро. Я, конечно, не с краю карты, но в тундру мало кто любит ходить. О, что-то я хоть не закончил. Слушайте, а у кого это уже 10, что ты плохи? Это там, что вообще происходит? Нашел чудо света, связывая рядом со столицей, ну, в двух клетках. И поставил там город. Нет, город я еще не поставил. Ну, ханик. Нашел руинку и, в общем, в итоге у меня теперь... Пожар, пожарничал, короче. Так, я просто так сделаю, но уже нашлось. Павел, я привет. Что за что, если не стекрет? Крей, озеро Крейтер такое, не очень. Одно, одну науки, четыре велики дают. Ой, тут варвары подходят. Не получает. О, юнит разведчика, отлично. До сегипта пригодилось. Термишка, Америка может подтвердить. Ну, я сюда, наверное, поведу сейчас, пошел вор и озеро Крейтер. Хочется где-то тут поставить. Давайте размышлять. Раз, два, три. Здесь город. Раз, два, три. Сюда город влазит, да? Ну, и сюда город. Блин. Тут вообще снега. Это хреновые места. Мне не нравятся места, которые у Канады. Честно. Просто, просто не нравится. Я, я видел, как другие играли, тоже игроки в других ффа. То есть, вот, чисто из-за места появления и бонусов, то есть, бонусы на тундру явно у той же России лучше. Ну, ладно, поиграем. Что тут? Надо же поныть вначале, правильно? Тут же не холм, нет. Давайте сюда на холм. О, еще руинка, здорово. А вот тут хорошее. Что, может, прямо на алмаз поставить город? Город. Раз, два, три. Тогда здесь влезет. Или на руинку поставить город прямо? Я бы на руинку поставил, потому что лучше город сюда, чем прямо к горе. Вот на место руинки я поставлю город. У меня-то не сильно радует. Так, что взял? О, трудовую повинность ускорил. Это хорошо, я редко ставлю, строю районы. Это вот в данном случае хороший бонус. Так, я тут, наверное, скаутом заберу. Возвращаемся дуболомом. Этого поселенца куда-то сюда. Или вообще, надо сюда, вдруг тут какой-то... Не, я сюда поведу поселенца. Давайте пока... Ну, давайте орошение. Надо будет отложить его. Конечно же. Натала один. Вообще, то есть где-то нормальных клеток с едой, производ... Ну, чтобы была еда и производство. То есть вот это только табак дебильный. Так, ставлю тут город. Ну вот как? Как расти, если нету еды? То есть я могу, конечно, фермы ставить, но... Я могу в тундре ставить фермы. Но вначале-то у тебя еды нету. Как города ставить в тундре? О, раннюю империю ускорил. Тоже. Ну, хотя, опять же... В основном, у меня города мало растут. Может быть, я и не мог бы ускорить раннюю империю, действительно. Да, как-то Египту рек не завезли. Вот у меня, кстати, куча рек. Могу ставить города. Что-то варвар с восклицательным знаком так тут и остался. И хочет возвращаться с информацией обо мне. Так, давайте возьмем перемещение по холмам. Сейчас вот тут внизу все надо исследовать. Там явно куча... Блин, ну хочется в темный век все-таки выйти. Там-то явно куча руинок, но... Но и темный век. С другой стороны. Так, давайте закончим ход. Посмотрим, что тут со счетом у людей. Я на первом месте. Восемь. Вот уже борщов в нормальном веке. Фокси. Четыре, два. Опа-на, а кто у нас с фиолетово-белыми границей? Очевидно, Египет. Так, где-то появился варварский лагерь, вот. А где-то район в сбой? А, ну точняк. Вот я здесь вижу. Ребят, было запрещено брать пантеон на веру от престижа. И кто-то сразу его взял. Вы молодцы. Нехорошо. Ну, некрасиво. Не, ну в смысле некрасиво. Что, тогда сейчас просто так это оставим, или? Ну, а что, игра едина-десятерых идет. Что делать? Будем что-ли пересоздавать из-за этого? Блин, ну мне на вырубку ресурсов как бы тоже... Не знаю, давайте какой-нибудь штрафный санкций этому человеку. Ну, давайте. Так, вопрос, кто это, просто? Это я. Вот так вот. Это швед, получается? Да не я. Харды Сакс. Ну, я это. Египет. Я надеюсь, ты через горы не полезешь? Харты Сакс, зачем ты взял пантеон? Что-что? Венгры, а ты там где? Недалеко, что ли? Да, я вот сейчас пойду где твой воин ставить. У меня вот уже подходит. Не хочу стрельбу из лука, мореходство. Давайте, давайте обработку бронзы пока. Так, мастерство. Мне просто пропорядочная торговля, ранней империи. О, я уже сразу открыл. Второй континент, да? А где Северная Америка? Вон там она. И давай, только без выкупа клеток, я не буду выкупать. Обрабатываем сначала. Давайте думать, что табак обрабатываем. Не, ну да, венок это как-то уже все. Я бы сейчас говоря, янтарь обработал тоже. Табак, янтарь, потому что это ускорит колесо. И лошадей. У меня просто больше рек нету, вот это крайний груз. А вот это с вами стал Канадой. Это поставил тут во всех играх такие. Ну забирай. Ну кстати, тут еще город влезет. Маскат. Неплохо, не неплохо. О, руинка. Блин, ну уже, уже как-то ссыкать на руинке собирать, честно говоря. Так, надо этого. А что он тут стоит? Такое еще, чтобы там кто-то лагерь убил. Там либо ГГшка, либо... То есть ему некуда просто возвращаться. Блин, какое дебильное место. Вот прям... Ладно, 9 ходов. А если так сделаем? 6 ходов. Оттава. Ну потом я вот на эти 3 клетки просто буду ставить жителя, чтобы быстро росло. И все. Так, международная торговля. Пока не хочу я руинку забирать. Опять же повторю, сомневаюсь, что тут кто-то придет по этим... Снегам. 2. Торонто. Вообще, есть какой-то шанс где-то расти для Торонто? Какие-то какие-то хида вообще, в принципе. То есть мне надо фермы вообще просто упороться в стройдули. Ну, значит, офисника. А у нас есть англичанин, выгрядин. А где этот собор Василия Балаженного? 2 француза. 2 француза. Вот он в реформации. В реформации. Религиозного туризма в городе. Плюс одна пища, одно производство, одна культура. На всех клетках тундры в этом городе. Какие вообще способности? Вот я даже, даже, знаете, не понимаю, на что его... Ну, дипломатия. Ну и что? Плюс 100% после успешного завершения критической ситуации или конкурсного соревнования. За каждое из той... То есть на туризм пытаться делать... Поменьшается, то есть... Ну, это приобретение клеток. Это у нас на дипломатию... На дипломатию. Уникальный юнит нового времени строит национальный парк. Закрыт ГГшками научный и торговый. Хоккейный каток. Просто дебильная нация. Не, не хочу пока тут строить. Так, сейчас будет меня атаковать. Может постоять, пускай атакует или нет, или пойти. Не, ладно, пойдем. Лагерь варваров. Надо тут вот исследовать. Тут явно котикучая руинок будет. Но опять же я хочу в темный век. Тут где-то за пустыней явно тоже кто-то есть. Опять же пустыня, никто суда селиться не будет. То есть я вообще на отшибе сейчас буду сидеть. Ой. Мне кажется, тут какое-то чудо может быть. Ну, слушай, Египет уже вылетает. Вот что значит ГГшка. Помощь изнахунитян. А сколько у него? На 8,4. Влетает. Я с англичанин. Ну все, улетел. Где ты меня нашел? Еще у меня чай и геотермальные источники. Блин, на мне вообще не завезли геотермальные источники. Что-то не привозят. Название, кстати, такое типичное. Как будто Кри. Но на самом деле это канадское название. Вы же понимаете, что в Канаде куча всяких. Вот, ускорили колесо. Международную обработку бронзы откладываем. Стрельбу из лука не хочу. Ну, давайте каменную вкладку пока пооткрываем. Так, усиление с два хода. Возвращаемся. Этого надо строителя на лошадок. Здесь мы обработаем алмазы. До двух жителей город вырастает, и все. Еще руинка. А, это у нас... Блин, вулкан вообще в самом конце карты. Я на самом-самом юге. Так, ну запоминаем руинки. Нам еще 10 ходов надо терпеть. В общем-то... Ну, тут очень надо в темный век выйти. Я, конечно, могу собрать все руинки и... Привет, Кристин. И в золотой. Ну, я не думаю, что он того стоит. Ты далеко отсюда? Нет, конечно. Что-что. Так, опять он сюда идет. Блин, мне там вообще защищать... Да, я убедила, но мы не так уж и... Надо защищать поселенных сейчас будет. Да, тут похоже... Это не столица, это второй был. Уничтожен был лагерь варваров, откуда он пришел. Вопросу, как ты его уничтожил. Ага, все, я понял, точно. Ну, что, сюда поставим. Еще руинка. Вот, тут еще... Вот тут, кстати, интересное место. Блин, надо туда сходить посмотреть. Так, 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 так. Куда я собираюсь? Сюда. То есть здесь лошадок надо идти обрабатывать. Я думаю, тут где-то ГГ-шка должна быть, мне так кажется. Ну, давайте... Давайте юнитов, что ли, строить. А вот и Швеция. Блин, еще один варвар. Так, ну, он, моего рабочего не будет сейчас захватывать. Так что можно спокойно подходить. Нет, все-таки лагерь, блин. Э-э-э. Это хреново, нет, не убивайте моего развеечка. Я не могу уйти, потому что... Потому что... Зона контроля. Блин, а что же тогда этот варвар тут стоялся, сказать? А почему он не возвращался в свой лагерь? Что это за подвисание такое? Так. Давайте-ка мы... Спрячемся. Блин. Ну, блин, ну почему ты сюда при... Блядь, просто... Ну, что вот это, ну, за говно? Блин, передок... Встать именно там, где я хочу город ставить, но... Давайте, наверное, монумент. Иначе мы тут... Очень долго... Ну, я, конечно, могу покупать клетки. Хотя оно и за культуру, типа, меньше будет стоить. Египет, альгрессия? По поводу... Ну, по поводу... Скапливающихся, потихоньку... Воины прачник, ну нет, воинам я стою контролю. Прачник у меня тут пару рук. Еще руинка. Блин, быстрее бы в темный век эти все руинки пособирать, господи. Я боюсь с тобой заключать... По-либо, в общем, или обстрелять его. По-моему, поеду я захватываю бебешки и... Стоил. И вот я думаю, стоит ли захватить бебешки или лучше тебя? Ха-ха-ха-ха. Вот так вот. Ну, это дружелюбно было сказано. А кто там против Египта? Венгар. Ну, венгар, у тебя всегда есть возможность... Купить УГГшек все. И наказать самонадеянного египтянина. Ну, я так и думаю, он на две цели все равно не раз... Не раз... Да... Куча территорий, которые я не могу заселить. Потому что, ну, тут ставить города, это просто... Просто в никуда, по-моему, выбрасывать поселенцев. Каменоломни у меня негде построить, поэтому я так ее открою. Так, ставим город. Сначала... Потом... Подходим сюда, апаемся... Подводим этого прачника и убиваем... Я за час бонус от соседства не было. Никакой бонус от атаки с флангов. О, так рассказывайте, у кого Париж, а у кого второй город как не было. У меня... У меня Париж. У Мидичи. У меня ребят только на второй город. А у тебя какая столица получит? Карри. Нужно ли мне тут храм Артемиды? Коли, коли, коли. Плантации... Ну, вообще, вообще... Ладно, давайте сначала... Янтарь обработаем. Блин. Так, давайте мы за деньги сменим. На 50% при производстве юнитов. И здесь поставим... А, стоп. Да, ставим на производство. Я уже давно принял пантеон. Более-менее вменяемый город пока у меня один. Это Монреаль, по-моему. Из того, что есть. Малое поражение. Че так... А, я убрал, во-первых, плюс 5 против варваров. Подойти вот с тем лагерем разбираться, руинки собирать. Так, встанем в защиту просто. Давайте стрельбу из лука. Или колесо. Ты венгер будешь лагивать военное? Стрельбу из лука? Да, я его уже сейчас забираю. А, понял. Потому что... Ну, который вот выше Синайских гор. Ну, да, я воина подошел, да. У меня денег дофига. Я вот тут, когда апнул прачников, лучников, впускай. Буквально два хода. Три прачника. Так, подождите. Проверим, что у меня тут по городам. Да, правильно. И вообще давайте в рост. Вот так сделаем. Так. В Торонто. Ну, тут особо без вариантов и купить нечего. В Монреале. Все правильно. Монреаль должен быть хорошим городом. В Ранней Империи поселенцы, да? Копейщики валят. Привет. Уходом в лучников будем апгрейдиться. Здесь лечимся. Около лагеря варваров там в отличиествовали. Конечно, буду большей частью с варварами воевать, чем с другими игроками. Я бы, знаете, что я бы еще одного скаута построил. Давайте в Торонто. Да, я вижу повсаднику. Давайте в Торонто купим вообще еще одного. Я все жду, когда я зернется вулкан, но он все не извергается. Изверганец. Давайте тут разведчика купим, а здесь купим торговца. Вот так. Ученичество, я уже три шахты сделал. Я вообще далеко отсюда. Понимаете, мне нельзя вырубать леса вообще. То есть, мне в принципе тут, наверное, Магнус будет не нужен. Ну, я вот эту реку... Вот эти все леса... Тут надо везде лесопилки ставить, потому что иначе у меня будет просто одна еда здесь. И ставить фермы, ну... Не так уж и много тут вообще, в принципе, лесов. Ну, ты мне поставь. Можешь отметку поставить? Тут вот если только. Но для этого Магнус будет так, что надо брать пингалу, причем его в Монреаль сажать. В Монреаль, здрасте. Ниже лагеря вопросов нет. Так, а я не ниже лагеря жил. Пять извержения вулкана. Да. Так, два хода. Так, ну пошли, наверное, руинки к руинкам подходить поближе. А, вот вижу. Я не пользуюсь дорогой. Постепенно. Бразилец вообще ничего не говорит просто. А, пойду тебя посидеть. Вот куда отправлять? В Торонто или в Монреаль вопрос? Ну, типа, куда мне дорога важнее? Нет, я вот тут вижу какие-то горморы, но я не знаю. Потому что я хочу ставить здесь города. Не знаю, я мало. Так, ставим на поселенцев. Ну, вот тут, которые у кого красители, да? Я не знаю, скорее всего, стоит красители. И давайте поселенцы строить. Ну, куда-то вот сюда надо будет ввести. Ну, около риса, вот, да. Да, да, я вот почти что могу. Блин! Блин! Ну, какого хера, блин! Телеманжаро долбанное! Как будем? Вот я один гормор, бахну. Ну, трындец, ну, трындец, ну. Ну, нахера я туда пошел, блин! Ну, я даже не на реке буду бахнуть. Тут там. Ну, я даже не на реке буду бахнуть. Тут там. Блин. Так отлично сидел, ждал. Да, да, меня, в принципе, устраивает. Это, как бы, со своей стороны поставлю. Я не думаю... Ну, как-то так-то, ну. Не, ну, я уже не выйду в золотой век. То есть, мне надо даже сейчас пробовать эти... Забирать руины. Лучше подождать. Ну, то, что я в нормальный выхожу, это тоже такой фейл. Ну, видели, что тут что-то есть, ну, правильно? Ну, можно так сказать, что, может быть, какое-то чудо. Везувик или Манжаро. А, вот, я вижу климату. Дебил. Все, в дальнейшем туда я не пойду. Просто дебил. А, ну, я раз, я раз, я раз, я раз разумал. Смотрите. Интересно. Я тут расставлюсь тогда. Амбар тут не нужен. Может, поселенца сюда поведем? Трудовая повинность ускорена. Ну, пошли в политическую философию. Блин, ну как так, Леша? Может быть, таким дебилом. Леша, Леша. Венгар, я не понял, что-то у тебя с лагерем-то не вышло, что ли? Да нет, просто тут у меня же прачники тут бьют. У меня вот копейщик, я его уже этим ходом убил. Просто он согрелся на этих прачников сам. А влезет ли мне тут город теперь? Там кто-то вон поставил. Нет, если хочешь, я могу как бы с тобой поднимать. Вообще сюда влазит, и тогда еще можно где-то тут поставить. Нет, я в смысле, я могу тебе просто золото. Швеция, здравствуй. Да. Какие-то розовые границы, не знаю. Чтоб я забрал его и скинул его. Блин, кампусами, конечно, тут никакие нормальные не будет. Гор нету, рек нету, ой, из этих. Эй, блин. Не река, а тропических лесов. Американец, у тебя город не отвалится, случайно? Браздинец, привет. Что за издевательство? Нажимал следующий ход, 8 из 12 очков было. Об 16. Разве, блядь, засчитываются очки, что ли? Что заходи? Здесь попал обычный река, статем, но это какой-то бред вообще. Ну, жизнь исполнена. Очень. А я как Килиманджаро. Ну, тут я сам виноват с Килиманджаро, конечно. Может, что-то открыл? Ну, ДГшку там нашел вроде как. Вот так, что-то там я даже не посмотрел. Или, может, просто к тебе кто-то подошел к тебе, кто-то нашел. Значит, вот руинка, вот руинка, вот руинка. И нормально. А вот этим пойдем к этой руинке. У меня, у Венгры. Сюда хочется какой-то город поставить, конечно. Но это этим, Оттава и Торонто куда-то сюда пойдем. Не знаю, кто тут. Я строю, потому что боюсь твоих плюс пять. Укрыли технологию, ускорили машиностроение. Сейчас это кто, а кому? А что у меня за юнит уникальный? Я американцу говорю. Очень приятно. Очень приятно. Укрыли. Ну, как то, Англия. Ну, у тебя-то я встретил, но где-то конкретно я не знаю. Ну, а... Отдеваю. Десять веры. Железо есть. Тут какие-то тоже ничего такие места, но нету... Нету пресной воды вообще-то. Что, вот сюда город ставить что ли? болин дает соседним клеткам плюс 2 извержение незначительно обогащать соседней высока вероятность повреждения здания улучшений редко извергается но всегда активен до сих пор переживаю как я дебильно вышел в нормальный век просто такая тупость а кто там рядом с бразильцем и где на этом пока все продолжение партии за канаду запланировано на завтра играйте в умные игры спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока